Действительно раньше, когда мы жили на первой, второй, третьей чакре, мы, я здесь подразумеваю все человечество мира, вся планета Земля, которая эволюционировала и развивалась, мы действительно жили в созависимых отношениях, потому что, чтобы выживать, мы сейчас говорим про первую Муладхару чакру, это начало нашей цивилизации, нашей планеты Земля, нам был нужен секс для выживания, и мы там делали все, чтобы выжить, выжить, мы тогда занимались сексом, чтобы выжить, да, и сюда, кстати, относятся, как бы это ужасно и странно не звучало, все те истории, когда там самка богомола съедает самого богомола, для чего она это делает? Для того, чтобы выжить, когда огромное количество племен, я это часто вижу в расстановках, знаете, занимаясь сексом с партнером, потом его реально съедали, для чего они это делают? Это женщина беременела, ну или там самка богомола условно беременела ребенком, и не было еды, не было средств к существованию, она реально съедала своего партнера, почему? Это как раз таки первая чакра Муладхара, когда мы реально сжираем своего партнера, и как бы это странно ни звучало, но мы сейчас очень часто спускаемся в эту чакру Муладхара и просто пожираем, понятно, мы сейчас физически не можем рубануть руку своему мужчине, знаете, но вот недавно у нас в Москве были на эту тему расстановки, как раз таки вот эту тему говорили, это когда мы пожираем своего партнера, почему? Потому что у нас есть травмированные истории из кармической системы на чакре Муладхара, где мы хотим выжить, а выжить мы можем только тем способом, когда мы сжираем своего партнера, и по сути очень часто сейчас мы, когда живем в отношениях, мы вампирим другого человека, и для чего? Потому что у нас не хватает энергии, потому что мы попадаем в травмированной истории, первой чакры для нас выживание – это поглощение другого партнера, и это было, и у нас действительно есть такие нейроны, у нас действительно в каждом нашем мобильном телефончике, грубо говоря, есть такая программа, которая называется «Выживание», и если говорим с точки зрения секса, взаимодействие с точки зрения секса по первой чакре, по началу эволюционной системы, которая есть в мире, оно сводится к тому, что когда вы идете в половой акт или идете в половой акт к партнерам, попадая в эту травмированную историю, энергетически происходит следующее – вы в сексе полностью себя отдаете, то есть вы для того, чтобы выжил этот партнер или он, да, начинает вас высасывать, почему? Потому что вы залипли на первой чакре Муладхара, потому что мы залипли с вами на базовой истории выживания, и наша задача – заняться с партнером сексом и сожрать его. И сейчас я прям каждому из вас задам вопрос, можете себе ответить – как часто вы идете в сексе, вы в сексе, чтобы реально получить там энергию и сожрать этого партнера энергетически, как часто вы это делаете? Я, вы можете мне здесь ничего не писать, но вы друг друга знаете, вы так, ну, самих себя знаете, вы очень часто идете туда, чтобы отиметь энергию этого партнера, то же самое глобально делают у мужчины. Мужчины это делают в двух ипостасях – с одной стороны, они хотят отомстить женщине, которая реально физически сжирала его. Мы опять же обращаемся к самке богомола на кармическом базовом уровне. И он точно так же идет в отношении с женщиной, чтобы сожрать ее. Так вот, важно понять, что это уже прошлый век. Вот эти, знаете, помните, мы говорим – сейчас я сделаю отвязку от прошлых отношений, он перестанет меня жрать. Почему это? Это когда мир сидел на первой чакре Муладхарине, на чакре выживания. И там действительно партнеры сжирали, сжирали друг друга. И я скажу вам так, если вы сейчас попадаете в сексуальное отношение, где один из партнеров реально сжирает другого партнера, это значит, вы в начале эволюционной цепочки, вы, блин, прошлый гробаный век, понимаете? И вы идете в сексуальное отношение, на чакре Муладхаре – это первая чакра, а задача подняться на четвертую чакру. Секс, когда один партнер пытается сожрать другого, а другой партнер подставляет себя туда, это начало эволюционной системы, прошлый век. Вы, сука, телеги, ой, извините, выберите телеги, которые пытаются жить еще как в древней цивилизации, как самки богомола или самцы богомолов, либо подставляя себя в этом сексе, тотально отдавая. Либо пытаясь сожрать другого партнера, это прямо называется вампиризм, это называется созависимые отношения и прочее, прочее, понимаете, о чем я говорю? Здесь есть две серьезные слепки, одна называется «Жертвоприношение в отношениях», другая называется «Сожрать партнера», понимаете, да? И вот здесь важно понимать, что мы сейчас этими слепками с вами поработаем. То есть немного резюмирую для вашей головы, ну и для нашей с вами совместной головы, общей для нашего сознания, немного резюмирую для нашего сознания. Вы должны понимать, что в отношениях древних цивилизаций глобальной и в сексуальных отношениях прошлых веков доисторически, когда секс находился на уровне первой чакры Муладхары, секс был нужен для того, чтобы выживать. И тогда ничего другого партнера мне оставалось сделать, либо поглотить другого партнера и сожрать, либо быть сожранным и принести себя в жертву. Огромное количество таких историй, бесконечное количество таких историй в нашей жизни, когда мы до сих пор тащим программы прошловековые в свою жизнь, до сих пор очень часто вы в сексе, я знаете, говорю, как это померить? Знаете, как это померить? Я вам сейчас объясню. Прям задайте себе вопрос. Вы занялись сексом, что происходит после этого? Если вы занялись сексом и вы, партнер, готовы после секса, даже если это три ночи, четыре ночи, не важно, общаться, развиваться, кайфовать, еще заниматься сексом, если у вас есть прилив энергии, знай, у обоих, значит секс прошел в здоровом гармоничном состоянии. Если после секса партнер пошел курить, есть, спать или вы, значит кто-то кого-то сожрал, понимаете? Значит кто-то кого-то однозначно сожрал в этой истории, и вы попали в историю прошловековую, где самка богомола сжирает богомола, где партнер сжирает свою партнершу. Почему? Почему они это делали? Потому что в мире была нехватка энергии, и единственное место, где можно было получить энергию после полового акта, это сожрать партнера. Итак, в рамках первой чакры, первая каста у нас, вот если кто был на магическом мастер-майнде, а если не были, обязательно приходите, мы там тоже много говорим про энергии. Первая каста, она у нас тоже отвечает за на выживание, и здесь важно понимать, что у нас есть две важные слепки. Первая,